На скамье подсудимых оказался пинчанин 1976 года рождения, ранее неоднократно судимый за мошенничество и подделку документов. Женат, работал на одном из торговых предприятий города Грузчиком. Он является уроженцем и жителем города Пинска, в частности гражданином Республики Беларусь. Данный гражданин зарегистрирован на протяжении достаточно большого периода времени, в частности более пяти лет, в качестве индивидуального предпринимателя. В то же время данный вид деятельности он фактически не осуществлял. И в качестве индивидуального предпринимателя он свою фактически никогда не осуществлял. Только на начальных этапах, в дальнейшем ему неоднократно предлагалось ликвидировать ИП. Так деятельность предпринимателя осужденный не осуществлял, но и зарплаты Грузчика ему явно не хватало. Основной причиной тому стало пристрастие к тотализаторам. Мужчина делал ставки на спортивные события, но фортуна не была к нему благосклонна. Чаще всего он проигрывал. Тем не менее, ныне уже осужденный продолжал делать ставки, несмотря на то, что денег не было. Нужные ему суммы он решил раздобыть отнюдь незаконным способом. Имея свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, принял меры по совершению противоправных действий, мошеннических действий. В чем они заключались? Он, являясь, соответственно, ИП, обращался в различные роды банковские учреждения за выдачей кредита. Для того, чтобы получить кредит, пресс там представлял в данные банковские учреждения справки о доходах, которые вносил заведомо подложные сведения. Любителю легкой наживы в большинстве банков ответили отказов. Но нашлись и те, кто выдал займы. Но этой суммы ему было недостаточно, и он решил вовлечь в свою схему знакомых. Данный гражданин избирательно подходил к выбору данных лиц. В первую очередь попадали к нему в поле зрения граждане, которые достаточно большой период времени не имели работы, желали трудоустроиться. А он, являясь индивидуальным предпринимателем, предлагал данным лицам дальнейшее трудоустройство, то есть свои услуги по их трудоустройству, в том числе у него, как у индивидуального предпринимателя. Но для того, чтобы трудоустроиться, необходимо было, соответственно, взять кредит в банке. Ну и люди, учитывая тот факт, что продолжительный период времени не имели источника доходов, не могли трудоустроиться на территории города Пинска, они решались на такой достаточно серьезный шаг. Таким нехитрым способом Игроманзе получил порядка 5000 долларов. Большая часть этих денег ушла на ставки в букмекерских конторах. Как итог, деньги были растрачены. А значит, нужны были все больше и большие суммы, как для ставок, так и для оплаты уже взятых кредитов. При попытке получить очередной кредит, мошенник вызвал подозрение у банковского работника. Прибывшие по вызову сотрудники ОБЭП задержали сначала кредитополучателя, а после и самого лжепредпринимателя. Лица, которые все-таки поддавались на уговоры обвиняемого, которые в дальнейшем обращались в банковские учреждения, принимали меры по обращению в банковские учреждения, получали кредит, либо не получали, фактически они совершали своими действиями также умышленное преступление, присмотренные статьей 380 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ведь фактически они путем обращения в соответствующие банковские учреждения представляли заведомо подложные документы, что также является признаком преступления. И большинство из лиц, которые являлись свидетелями по уголовному делу в отношении нашего обвиняемого, они фактически уже осуждены за совершение данных преступлений. Сам же горе-предприниматель был осужден сразу по нескольким статьям. В общем, согласно приговору суда, ближайшие 4 года он проведет в тюрьме.